Оксана, здравствуй. Добрый день. Оксана, расскажи, кто ты по профессии и кем ты была до сетевой индустрии? Я вообще профессиональный торговый работник, товаровед, промпродтоваров. А что тебя привело вообще в сетевую индустрию? Я даже не могу, я, скорее всего, на продукт пришла. Сетевую индустрию я вообще познакомилась с ней гораздо позже. То есть тебе понравился больше продукт сначала? Да, я изначально пришла как клиент. Я ознакомилась с программой жилищного кооператива, мне нужна была квартира в Питере для моей дочери. А что тебя подвигло стать дистрибьютором, финансовым консультантом? Ну я, наверное, так, как многие, наверное, традиционно к этому подошла. То есть, естественно, я о сетевом маркетинге вообще ничего не знала. То есть, придя на продукт, посмотрев тех людей, с которыми я вообще, ну когда меня первый раз вообще на семинар пригласили, я посмотрела, что здесь, оказывается, можно зарабатывать деньги. Но сразу я это предлагать не стала, потому что мне было интересно, и вообще, сама ли я куплю эту квартиру. То есть, я считаю, что все вещи, которые ты предлагаешь людям, если что-то предлагаешь, нужно пропустить через себя. То есть, быть уверенным в этом на сто процентов. А ты сама приобрела квартиру? Конечно, в прошлом году, в октябре месяце я приобрела квартиру. Поэтому я вступила в жилищный кооператив, а потом уже рассмотрела, как работа финансового консультанта в компании. И получается, что ты все бросила и перешла с головой на стопроцентную занятость в сетевой маркетинге? Абсолютно. Почему? Ну, наверное, то, что есть в сетевом маркетинге, нет ни в одном линейном бизнесе. Так а что тебя все-таки конкретно притягивает и привлекает в сетевую индустрию? Свобода, общение, обучение, деньги. Да, можно бесконечно перечислять. Это стандартные фразы, которые говорят все. А вообще, что тебя зацепило реально вот здесь? Ну, я, наверное, лучше скажу, что зацепило меня не именно в сетевом бизнесе, а что меня зацепило именно в этой компании. Почему я и рассмотрела сетевой бизнес. Что те услуги и продукты, которые предлагает, я сейчас уже не побоюсь сказать, наша компания, не предлагает никто. То есть жилье и деньги, это самое необходимое, ну, здоровье еще, конечно, каждому человеку. У тебя сразу все получилось? Да нет, конечно. Я вообще в бизнесе где-то года полтора. И первые мои клиенты, если так можно сказать, это мои друзья, которые пошли на мой авторитет, наверное, больше. И они клиенты нашей компании. То есть я не продавала. А трудности какие-то были у тебя в карьере? Ну, наверное, как у любого другого, конечно, да. Как ты справляешься с трудностями? Да, трудности, наверное, ну, если бить в одно место постоянно. Ну, было такое, что у тебя просто руки опускаются, а ты хочешь все бросить? Да, было, конечно. Было сначала, был подъем такой определенный, потом раз и провал. И как ты с этим справлялась? И я реально думала, да, вот как многие говорят, мое это или не мое. Может, действительно, я не здесь, это не то, чем... Как ты это пережила? Да, пережила, шла и шла дальше, вперед, и все. Делала то, что надо было делать каждый день. Звонить, предлагать, объяснять и так далее, и так далее. Вот сколько в соцсетях пишут? Я хочу. Хочу отдыхать там, хочу ездить на этой машине. А просить меня пятую точку поднять никто не хочет. Но никто реально не хочет. Мотивации не хватает? Да выше крыши мотивации. А кто что делает? За 20 рублей ездить на работу каждый день? А потом пиво пить перед телевизором. Но зато круто смотреть красивые фильмы, смотреть, кто куда поехал отдыхать, на какой машине ездит, на соседа там заглядывать. А кто что делает? В чем проблема? Почему не рассмотреть возможность и не прийти сюда? Ну реально, абсолютно. Я такой ровно человек, который в свое время сделала это. Хотя и вообще MLM для меня, ну правильно, как сетевой, это как ругательство. Потому что банки, склянки, порошки. А здесь реально... Тут люди вопросы свои решают. Жизненные. Люди живут на одной площади, на 50 квадратах, три поколения. И ничего не хотят делать для этого. Почему нет? Поэтому я и говорю, меняйтесь. Вот у меня подруга сейчас сидит, мы с ней в институте вместе учились. Она вот сидит сегодня на мероприятии. Вот я получаю смс, сейчас она пишет, хочу. Хотя она три дня стала клиентом нашим. И буквально вот-вот партнер вообще ничего не понимает еще. Я хочу. И она будет делать это. Потому что она видит на меня и видит, как я поменялась за последнее время. Почему нет? Пожалуйста. А как ты выстраиваешь свой рабочий день? Ну, пытаюсь планировать, конечно. Пытаешься или планируешь? Ну, планирую. Не всегда это совпадает с тем, что хотелось бы. Потому что бывает, что встречи не получаются, потому что люди по каким-то причинам. Ну, это жизнь. Скажи, если это не секрет, ты вообще можешь сейчас озвучить, вот полтора года ты делаешь карьеру, полтора года ты впервые в жизни в сетевой компании. Какой у тебя месячный доход сейчас через полтора года после старта? Сейчас? Месячный доход? Ну, в районе 7-8 тысяч евро. 8 тысяч евро. Хорошо, Оксана, скажи, а как твои близкие реагируют на то, что ты занимаешься сетевым бизнесом? Ну, если я скажу вам, что все мои близкие, они клиенты нашей компании, значит, скажу то, что все мои близкие поддерживают меня в этом. Ну, друзья, большинство клиенты, некоторые партнеры. В принципе, когда они узнали все, кто узнает, что я занимаюсь сетевым маркетингом, я вам хочу сказать, количество друзей у меня меньше не стало. Оксана, а как ты переживаешь отказы? Болезненно бывает переживаю. Бывает, просто разбираю, что было не так с делом. Вы знаете, я первое время свои консультации, которые я проводила, я их записывала. А потом прослушивала, что было не так. Иногда прошу обратную связь, может быть. Ну, чисто для работы. Человек расслабляется и рассказывает. Бывает, что элементарно у него нет средств просто. Он очень хочет, ему очень нравится. А вроде как сидит и какой-то негатив от него. А реально просто из-за того, что на данный момент у него нет возможности. Скажи, Оксана, а за твою карьеру был ли какой-то курьезный случай? Был такой момент, в общем, у меня есть клиенты. Они уже партнеры наши. Работали мы с ними где-то с полгода. Ну, очень так. Все серьезно было. И когда они уже приняли решение, Ну, вот, не то, чтобы сказать, да, им все нравится. Ну, как бы не пришло время еще. Ну, все, они уже убедились, сказали, что все замечательно. И вот мы выходим из дома. Он говорит, вы знаете, Оксана, если что-то пойдет не так, с такой улыбкой, говорит, я вам сначала прострелю руку. А потом ногу. И надо было с этой ситуации выходить. И я ему говорю, вы знаете, у меня папа профессиональный охотник, поэтому я вам рекомендую прятаться уже сейчас. Все это все съехало, а так она нет. И все прекрасно. Они у меня, кстати, очень хорошие ребята. Вот как-то так. Ну что, Оксана, спасибо тебе за беседу. Спасибо за твой опыт и за твои откровения. Удачи тебе. Спасибо вам большое.